Чтобы мне какой-то рагуль рассказывал, на каком языке мне говорить. Идите отсюда. После того, как представители ЛГБТ подали жалобу на телеканал КРТ, Насрада лишила телеканала КРТ лицензии. Но телеканал КРТ не прекратил вещание, а продолжил ее в интернете. И об этом мы сегодня подробно поговорим. Ну а КРТ сегодня, как и КРТ раньше, это креативная площадка. КРТ сегодня это площадка для свободомыслящих людей. Мы не знаем границ и разделений, кроме рамок приличия, понятия чести и совести. И если мы чего-то хотим, мы это делаем. Мы, например, хотим мира и диалога между украинцами. Значит, мы делаем телемост с Донбассом. Мы хотим здравой аналитики. Значит, мы приглашаем лучших аналитиков с Ютуба. Украинских, белорусских, русских. Нам плевать, откуда вы, но нам не плевать на то, что вы думаете. И если наши мнения совпадают, или даже не совпадают, добро пожаловать на КРТ. Последняя неделя на обновленном КРТ была более чем насыщенной. Даже начинающие с субботы мы сделали громкий старт женской программы. И первой гостьей стала Ольга Шарий. На роль ведущей я позвал самого красивого человека, которого я знаю, мою однофамилицу Соню Макаровскую. Оскорбление женщины. О чем мы говорим? Какие небритые подмышки и феминизм. Если мне там сказать, ты должна, то я, конечно, скажу. Кто должен быть главным в семье? Дальше Жанн Новосельцев позвал чувака, который судится с правительством Украины. И он дал нам эксклюзивное интервью. Я могу в гараже из говна и палок, извините, слепить сейчас любой медицинский препарат, связанный с ковидом, признать никчемным решение Конституционного суда. Второе, уволить всех судей Конституционного суда. Как? Да кто ты такой? Алексей Кутепов решил не сбавлять просмотры нашего канала после Хазина и позвал человека, которого некоторые наши подписчики любят больше, чем свою маму. А именно Дмитрия Джангирова. Разумеется, я еще в том возрасте, когда между харассментом и деменцией выбираю харассмент. Поэтому, конечно, Трамп мне более нравится. Прямую трансляцию смотрело больше пяти тысяч человек. И мы решили, что хотя бы раз в месяц Дмитрий станет нашим постоянным гостем, как и во времена телевизионного КРТ. Ну и, конечно же, фишкой этой недели, как и надеемся, будет в дальнейшем, стали телемосты. Сперва была Варшава и обсуждение по карантинным мерам. Мы собрали тогда разных людей. Некоторые из них были свидетели существования тайной ложи или лажи. Но с каждым из гостей мы были согласны в одном. Всемирный коллапс с коронавирусом пора уже заканчивать. Ведь выборы в США уже состоялись. Информационная война, которая видоизменила понятие слова «горячая война». Мы продолжаем суть процесса холодной войны. Соответственно, нас с вами уничтожили... Что было дальше, спросите вы. А дальше наш Руслан Кацаба возобновил дуэль, которая теперь станет постоянной программой на обновленном КРТ. Дуэль – это площадка, где воюющие стороны в некоторых вопросах могут прийти и сразиться, стреляясь исключительно словом и своими аргументами. Ну а кто из них окажется прав, решайте только вы. Дальше был снова телемост. И в этот раз это уже был, наконец-то, Донбасс. Зеленский как-то сказал, что нельзя разделять украинцев на правильных и неправильных по их месту рождения. Аминь, паны президенты, подумали мы. И теперь мы не только словом, но и делом возобновляем диалог между украинцами. Ну и, наконец, вчера вышла свежая международная панорама, где человек, которого некоторые наши хейтеры называют «усы Кремля», рассказал о строительстве социализма в Китае. Лампе Аладдина за 90 тысяч долларов и про новое дно толерантности. Сегодня пятница, а значит с вами борщ. Но в дальнейшем я буду выходить на канале КРТ четко по понедельникам. Как говорится, лучше редко, но метко. Тем более, что я готовлю вам еще много сюрпризов и, надеюсь, интересных программ. Точнее сказать, не я, а весь штат сотрудников обновленного КРТ. Один из таких сюрпризов будет уже завтра, где вашему вниманию предстанет легенда интернета Дмитрий Пучков. Да-да, это тот самый гоблин, переводы которого мы с пацанами смотрели в детстве. Сразу же хочу обратиться к хейтерам КРТ. Друзья, пожалуйста, не рассказывайте нам, кого нам приглашать, кого нет. Какие темы нам стоит поднимать, а какие не стоит. Мы же не рассказываем вам, что на дворе уже не средневековье, правда? Мы живем в эпоху интернета и информации. И никакие нацрады и прочие не могут вам запретить смотреть нас. А значит, я призываю вас подписаться и становиться активными участниками всего, что мы тут делаем. А поверьте, будет еще много того, что вас нехило удивит. С вами был Василий Макаровский, это был Борщ и это Киевская Русь. Или кратко КРТ. Ну и, как сказал классик... Все только начинается. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok